Одесса снова принимает почетных гостей. Поздравить выпускников одного из самых прогрессивных вузов страны, международного гуманитарного университета, приехала глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инновации, глава наблюдательного совета МГУ Юлия Гришина. Вместе с президентом университета Сергеем Киваловым они вручили дипломы выпускникам, которые окончили вуз с отличием, а также поздравили амбициозную молодежь с получением качественных знаний и пожелали успеха в карьерном росте. Всего из стен МГУ выпустилось более 900 подготовленных специалистов, которые уже завтра приступят к работе в органах государственной власти, правоохранительных органах, ведущих украинских и международных компаниях. На ярком празднике престижного вуза побывала и наша съемочная группа. Выпускники колледжей, бакалавры и магистры Международного гуманитарного университета торжественно в черных мантиях и конфедератках получили свои заветные дипломы. Более 600 молодых людей завершили свой путь в стенах этого вуза, а 300 выпускников колледжа МГУ уже завтра станут студентами Международного гуманитарного университета и продолжат обучение в современном высшем учебном заведении. К слову, почти 100 выпускников получили дипломы с отличием. Праздничную церемонию традиционно начали с гимна Украины. Открыл студенческий праздник, посвященный выпуску в Международном гуманитарном университете, президент вуза, академик Сергей Кивалов. Он поздравил всех студентов с этим волнующим событием. У нас есть будущая перспектива в нашем государстве, потому что такие молодые люди сегодня получают дипломы и получают знания. Дорогие друзья, я вас искренне всех поздравляю с сегодняшним событием. Хочу пожелать самое главное, чтобы вы были здоровы, счастливы. Хочу, чтобы в ваших семьях, в ваших домах была любовь, благополучие, удача и пусть нас всех хранит Господь. С праздником вас, дорогие друзья! Также поздравила выпускников Юлия Гришина, глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, которая подчеркнула, что Международный гуманитарный университет входит в топ-5 лучших частных высших учебных заведений Украины. Именно поэтому впервые за всю историю существования вуза МГУ получил государственный заказ на подготовку специалистов. А это значит, что 110 лучших выпускников школ получат уникальную возможность обучаться в Международном гуманитарном университете совершенно бесплатно. Это существенный плюс в ходе вступительной кампании 2021. Дозвольте сьогодні передати вам вітання в цей святковый день від Комитету освіти, науки и инноваций Верховной Ради Украины. Все у нас знают, что сегодня у вас великое свято. И я уже, Сергей Васильевич, могу говорить, знаете, так трошки пишаючись роботою вашою спільно. А я хочу официйно сказать, что, соответственно, до официйных данных, МГУ є одним из лучших закладов освіти приватных. И это действительно велика праця, потому что за 19 лет вы все сделали величезную справу. И действительно, начиная с семи студентов, на сегодня стали одним из лучших закладов освіти Украины. И действительно, историчная события, что впервые за все годы независимости Украины 5 лучших закладов освіти приватной власти получили государственное замовление. То есть, с этого года 110 студентов будут учиться бесплатно за государственным замовлением. Поверьте, такого никогда не было в истории Украины. И это действительно очень знаковая события. И я вас витаю с этим, потому что это величезная перемога. Именно выпускники Международного гуманитарного университета создают имидж ВУЗа и его репутацию. Сегодня это профессионалы, которые успешно строят карьеру в органах государственной власти, правоохранительных органах, сфере гостиничной и ресторанного бизнеса, IT-сфере, ведущих украинских и международных компаниях, бюро переводов, сфере экономики, а также медицинской отрасли. У нас редкие такие специальности, как искусство и дизайн. Мы готовим актеров. Мы же впервые на юге Украины взяли за эту специальность. Мы готовим переводчиков. Мы готовим специалистов в области компьютерных технологий. Мы готовим международников как в области экономики, так и в области права. То есть наш ВУЗ динамично развивающийся. Наш ВУЗ сегодня имеет возможность в том числе и получать денежные средства на подготовку специалистов для государственных органов власти. Это очень важно. За годы работы Международный гуманитарный университет для экономики Украины и других страны было подготовлено. Коллеги, это первая цифра будет лунать в стенах Международного гуманитарного университета. Я тоже был очень удивлен. Сергею Васильевичу, мы уже с вами выпустили понад 30 тысяч выпускников. Мы рахнули, команда рахнула, больше 30 тысяч выпускников за 18 лет университета. Для сравнения, это среднее место в Одесской области. Например, Белгород-Днестровский, 33 тысячи населения. Вот такое уже местечко мы с вами, нашими выпускниками, заполнили. Руководство вуза поставило себе задачу не просто дать качественное образование европейского уровня, но и стопроцентно трудоустроить молодых людей. Именно поэтому Международный гуманитарный университет постоянно расширяет базы практик студентов и подписывает меморандумы о сотрудничестве и партнерстве с различными государственными и частными структурами. Студенты сначала проходят практику, а по окончании вуза их приглашают на высокооплачиваемую работу. Международный гуманитарный университет на сегодня выпускает специалистов по наиболее требований специальностях на рынке праи в Украине. Я же глава подкомнатного питания вищей освіти, я много отзываю в закладах вищей освіти по Украине. Я хочу отметить, не потому что я тут глава наглядовой ради, а потому что весь коллектив работает с лагоджением. Можно сказать, что с ранку до ночи люди работают над тем, чтобы улучшить качество освіти, улучшить материальную и техническую базу. И ось керівництво Международного гуманитарного университета отличается тем, что величезная количество денег спрямовывается именно на инфраструктуру. И это особенно важно для подготовки специалистов по медицинским специальностям, поскольку тут есть своя клиника, есть своя достаточно серьезная база, для того, чтобы готовить справедливость специалистов для медической сферы. Ну и, естественно, правоохранная деятельность, менеджмент, прекрасные условия работы, есть лаборатории. И, ну, действительно, студенты работают и учатся в гидных условиях, в чудових условиях. И далеко не каждый заклад высшей освіти может пишаться такими условиями, как созданные тут. Почти 900 выпускников сегодня будут трудоустроены и пойдут на работу в разные органы государственной власти, в частные структуры, коммерческие структуры. Все, что связано с работой, с трудоустройством, мы создаем для этого условия. И самое главное – это все-таки, чтобы они получили хорошие знания, что мы и делаем. Сегодня Институт права выпустил более 300 специалистов наивысшего качества. Мы заключили меморандумы с государственными и негосударственными предприятиями. Наши студенты трудоустроены уже с третьего курса. Я считаю, что это, наверное, самый большой плюс для заведения высшего образования, то, что мы думаем о трудоустройстве наших студентов. Глава наблюдательного совета Международного гуманитарного университета Юлия Гришина также отметила достижения вуза, подчеркнув, что это заслуга всего профессорско-преподавательского коллектива, а также руководства университета. С Сергеем Васильевичем Киваловым мы работаем уже много лет, потому что я членом специализированной учебной ради в Университете Одесская юридическая академия. И, конечно, я думаю, все в Одессе знают, все знают выкладыши, все знают студенты. Я говорю про то, что благодаря Сергею Васильевичу саме в Одессе створена одна из самых мощных юридических школ, которая получила свой развитие и в Международном гуманитарном университете, потому что я также доктором юридических наук, профессором, я все життя працюю в этой сфере, я знаю, с чем сравнивать. И тут, действительно, благодаря Сергею Васильевичу створені прекрасные мови для студентов, прекрасная атмосфера, очень серьезная база, инфраструктура. Студенти мають возможность проходить практику, действительно, в тех местах, где они получают правильную практическую подготовку. Поэтому Сергею Васильевичу ему удалось, это его особенная перемога, его особенный вклад, створить такие два заклада освіти потужные, которые самые лучшие на сегодня в Украине. Это, действительно, его особенный вклад, и под его руководством он подобрал такой науково-педагогический вклад, который вкладывает душу и сердце в свою работу. И так же это передается и студентам, и посмотрите на тех студентов, которые мы сейчас видим. Это счастливая молодь Украины, которая уже профессиональная сегодня, которая будет строить нашу страну. Вручение дипломов в Международном гуманитарном университете – это важный жизненный этап для выпускников. Получив качественное образование и профессиональный опыт, их ожидает успешное будущее. Самые приятные воспоминания, наверное, оставил этот вуз. Очень мне здесь понравилось, очень нравилось учиться. Сейчас, к счастью, ну и к некой степени, к сожалению, выпускаю из стен этого вуза. Стал за эти времена время для меня как родной. Очень все понравилось. Я считаю, что здесь все организовано на высшем уровне, и материально-техническая база, и профессорско-преподавательский состав. Очень приятно был удивлен. Я рада находиться в стенах этого университета, и также хочу продолжать обучение в аспирантуре. Получив здесь бесценное знание, я благодарна всему профессорско-преподавательскому составу. Годы эти прошли просто замечательно. То есть Международный гуманитарный университет дал мне очень такие большие и глубокие знания, которые я надеюсь, что я буду использовать. Надеюсь найти работу по специальности. Я уверена, что окончив Международный гуманитарный университет, у меня это обязательно получится. Свои заслуженные дипломы также получили младшие специалисты по специальностям. Право, начальное образование, экономика, фармация, дизайн, компьютерная инженерия. Теперь у вчерашних студентов есть альтернатива применить на деле полученные знания или же продолжить учебу, поступив в Международный гуманитарный университет. Причем сразу на третий курс. Сегодня в Международном гуманитарном университете большой праздник. В частности, колледж Международного гуманитарного университета выпускает 300 выпускников. Хотелось бы отметить, что в колледже Международного гуманитарного университета 25 выпускников с отличием. Это большое достижение, потому что они очень много старались для того, чтобы достичь таких высоких результатов в учебе. Мне всегда нравилась просто работа с детьми. Я поняла, что я будущий учитель, и я планирую работать учителем в школе, в государственной школе. Медицинские кадры, которые готовит Медицинский колледж и Мединститут Международного гуманитарного университета – это перспективное будущее города и страны. Ведь молодые люди с начальных курсов проходят практику в клиниках и уже имеют профессиональный опыт. Очень важным является то, что мы выпускаем большую когорту медиков с нашего медицинского колледжа. Сегодня очень большая потребность в медицинских кадрах здравоохранения региона, здравоохранения Украины. И это, конечно, пополнит армию медиков. Я думаю, достойное пополнение получит сегодня здравоохранение региона. В этот торжественный день для выпускников звучали десятки поздравлений от друзей, родных и близких. Преподаватели, а это народные и заслуженные артисты Украины, также сказали свои напутственные слова. Я всей души поздравляю наших студентов, которые уже закончили первый этап жизни. Очередной этап жизни – это получение квалификации довольно высокой. То есть на сегодняшний момент уже у них есть какой-то багаж на них, который дальше надо уже превращать в практику, работать. Ну, здесь молодые люди разных профессий, в том числе и наш факультет телевидения и дизайна, кино и театрального искусства. Я хочу пожелать всем реализации, вдохновения реализации. Кроме того, для выпускников студенты и преподаватели подготовили специальную концертную программу. У Международного гуманитарного университета существует традиция. В конце праздника выпускать в небо голубей, как символ завершения очередного жизненного этапа и успешного будущего для выпускников. Три, два, один, лети вью!